приветствую вас на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты сегодня мне написали на каком-то канале кого-то парня я извините я прочитала но мимо ушей пропустила потому что но у меня они интересуют тут эти всякие там непонятные разные гадатели не смотрю никаких таких каналов я вам говорила смотрю два это полтора я бы сказал и говорите вы мне знать что на этом канале сказал кто-то мужчина какой-то что будет путин болезни свои преодолеет и править будет 7 лет и вас это прям стопор повергла чего вдруг мало ли что они говорят смотрите 4 месяца назад на всех каналах на всем телевидении да и все российские тарологи повторяли то же самое несколько дней и мы будем киеве пересмотрите смотрите что говорил тот же гадатель 4 месяца назад что как скоро они будут праздновать победу над украиной как украина падет и все прочее просто возьмите пересмотрите их видео этих великих ваших предсказателей в которых вы боитесь почему-то на четыре месяца назад на три месяца назад и посмотрите как там у них что сбывается вот и все так же как и этих пропагандона все и все станет понятно ну так как вы очень обеспокоены тем вопросом я сделаю новый расклад на путина давненько не делал наверно не ну про поводу ануреза это понятно это был такой вопрос очень такой конкретный а здесь в загале так вот я вам скажу ждет путин сейчас помощь какую-то ждет помощь вероятно получит получит оказывают ему помощь какого рода помощь не могу пока сказать не задавала конкретный вопрос но я думаю здесь и финансовые по здоровью оказывают ему прям сильную помощь находится он сейчас в страхе в депрессии в сильном страхе аж заикается бедняга и боится он очень сильно результатов войны и военных боится военного человека страх у него прям перед военным человеком перед мечевым королем кого боится знаете подозреваю что с этим шойку не все так просто помните когда после первых поражений вот этих жестких поражений шойгу да все говорили все его расстреляют его посадят его выгонят а я вам говорила нихрена непонятно почему путин с ним ничего не может сделать ничего не сделать и поддерживает его и получит он поддержку и помощь этот шойгу и на коне будет помните но вы посмотрите видео смотрите что происходит войну он проигрывает а на коне скачет а сегодня я подумала когда у меня выпал этот мечевой король я почему-то подумала что путин боится шойгу этого что это не путину нужно бояться не шойгу нужно бояться путина а путин его боится четверка мечей у него падает пауза в болезни я думаю болезнь у него обостриться либо пауза какая-то будет что-то такое знаете может на капельнице ляжет оздоровиться или просто какую-то пауз пауза ему нужно знаете затихнет затихарится заляжет ну что-то вот вот так понимаете скажем остановка в активном действии и в результате разочарование большое разочарование такое большое при большое грусть тоска меня сидят просите карты вот вам карты грусть тоска до произойдет все это быстро прям быстро смотрите итоговая карта восьмерочка жезлов это летит тарахтит а ждет его в итоге что ждет его ждет его справедливость справедливость его ждет с мечом с весами будут взвешивать добрые дела его недобрые а еще он откажется от мага от власти отказ от инструментов а еще он покинет свои родные берега свое сообщество покинет свое сообщество дорога у него из родного дома падает надеюсь что навсегда надеюсь что навсегда ждите очень скоро в россии будет другой выбор правителя новая дорога ищут пока ищут кого поставить чтобы спасать ситуацию от разрухи и от смерти от конца россии я очень надеюсь что в осени этот пляши вы лишиться своих инструментов а даст бог и раньше но мне почему-то всегда казалось что это к осени произойдет а даст бог к весне по грязи прям его и похоронят по самой-самой грязи очки и погода будет мерзко но это мы далеко заглядываем да поживем увидим зарекаться не могу но мой расклад такой что сказано то сказано так что не волнуйтесь мои хорошие никаких семи лет у него не будет дай бог чтоб 7 месяцев протянул до новых встреч